Снимаем передачу, ёлки-палки. Куда намылились? Как всегда, гулять, приключения. Как зовут главного героя романа «Отцы и дети»? Отцы и дети. Достоевский. Раскольникова читал «Преступление наказания»? Да, конечно. Ну вот. У Раскольникова в «Преступление наказания» Достоевский был тем, кто убил эту бабку. Это «Негодяй ТВ. Опрос за бабос». Сегодня обычный петроградский денёк. Меня зовут Евгений Ширяев. И это передача «Опрос за бабос». Передача, в которой я хожу по дворам Санкт-Петербурга. Нахожу людей странных, таких же, как и мой оператор Алексей. И я буду задавать школьные вопросы. Если человек ответит правильно на пять вопросов без подсказок, он получит тысячу рублей. Обычно никто никогда не получает тысячу рублей. Если я буду подсказывать, приз будет пятихатка. Если человек хреново отвечает, и я очень много подсказываю ему, то он ничего не получает. Подожди, где маячки? Секунду, мне нужны маячки. Мне нужны маячки. Да, это моя иномарочка. Не снимай номера. Не снимай номера. И логотип тоже не снимай. Ребята, это Toyota. Самая козырная тачка. Здравствуйте. Вы не хотите поучаствовать в нашем телепередаче шоу? Такое очень серьезное. Смотри, какое шоу? Бещанное. Очень популярное. Опрос за бабос. Наверное, нет. Мне сейчас некогда. Хорошо. Спасибо. Пойдем дальше. Пошел. 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 Так, первый. Итак, у нас нету никаких подстав. Мы всегда снимаем людей, которые просто проходят мимо. Ой, подожди, человек. Подожди. Можно тебя на секундочку? Подожди. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Павел. Учимся, работаем? Работаем. Кем? Программистом. Я должен... Я должен... Сколько здесь бубер? Извините. Можно заново? Я думал скалолазом. Скалолазом. Зачем мне скалолаз? Я так достаю. Это опрос за бабос. Ответив правильно на 5 вопросов без подсказок, 1000 рублей. Если я буду подсказывать 500, если ответы будут печальные, то лысого коня горбуна. Я не снял денег, поэтому, если что, СБП, либо онлайн Сбербанк. 1000 ты точно не выиграешь. Да такого не было никогда, потому что подсказываю я всегда. Всегда всем. Единичный случай. Что-нибудь о себе. Родился в Петербурге и вырос в Калининграде. Живу здесь. Все, хватит. Как называется четырехугольник, у которого все углы прямые? Квадрат. Либо прямоугольник. Ого. Квадрат или прямоугольник? Ну, квадрат удовлетворяется, но вообще надо прямоугольник. Прямоугольник. Что? Прямоугольник. Итак, подсказка. В общем, первый вариант был правильнее. Это подсказка такая. Тысячу рублей ты уже не получишь. Ты не прав. Что не прав? У прямоугольников все углы прямые. Нет. Да. Вопросы взяты из Алиса Про. Она работает сейчас как чат GPT. И Алиса, врать, не может. Алиса не сказала, что у короля Шута есть песня «Три члена». «Три члена, о-о-о-о-о». И напевал ее. Но их нету? Нету. У него есть двухголовый молодец. Ладно. Вес про «Три члена». Мы идем не по плану. У меня написано «квадрат». Поэтому правильный ответ – «квадрат». Тут никого не убил. Я серьезно говорю. Нет, серьезно. Какой правильный ответ у ведущего, такой правильный. Хорошо, договорились. Ну, квадрат. Ты подрабатываешь. Квадрат. Квадрат. Ну, говори «квадрат». Квадрат. Квадрат. С подсказкой ведущего. Павел. Павел, да. Павел не получит тысячи рублей. А будет пятихатка. Молодец. Класс. Правильный ответ, браво. Вопрос два. На выборах подрабатываешь. Боже упаси. Я как пять лет в завязке. В каком произведении Гоголя есть такие персонажи, как Хлестаков и Городничий? Нужна ли подсказка? Мертвые души? Если ведущий подскажет, то выигрыш составит всего 100 рублей. По-моему, мертвые души. Нет, нет. Нет. Что такое? Алексей подсказывает. Ладно, Алексею можно подсказать, потому что сегодня мы снимали с Алексеем сумасшедшее шоу. Он придумал его. Я был гостем, но я понял, что я хочу быть не только гостем. Все, я в теме. Можно я буду соучредителем? Хотя бы продюсером. Я буду продюсером. Ответ значит правильно. Нет. Я буду продюсером. Ревизор. Браво! 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 Как называется раздел географии, изучающий население Земли? Власть народа. Переведи. В смысле? Демократия? Ну, демо. Демография? Четвертый вопрос. Х в квадрате плюс 4 плюс 4 равно 0. Чему равен Х в этом уравнении? Корни из минус 8. Лех, а ты снимаешь вообще? Да. Там горит, да? Да, горит. Ничего себе, какая-то намарочка. Опа, здравствуйте, здравствуйте. Все в порядке. Видал? С ляшками такими сидит. Так, ладно. Подсказка. Давай подсказка. Ибо я, когда... Корень из минус 8? Минус 2 корень из 2? Не, 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 не. Давай подумаем. Х квадрат плюс 4 плюс 4 равно 0. Или 4х. Может, я что-то пропустил? 4х. Я проебал. Мало чем 4х. Да. Х квадрат плюс 4х плюс 4. Вот, теперь равно 0. Ну, будет. Будет. Теорема Виетта. Что? Теорема Виетта. Теорема Виетта. Наверное. Правильно! Да. Спасибо. Это меня никогда не подводило, блядь. Надо 20 секунд. Намного лучше, намного лучше, чем диктекриминация. 20 секунд много. 20 секунд много. Диктекриминация сделает. Теорема Динамика. Теорема Динамика. И это беспощадное Браво, низкорослое Аллилуйя и уважаемый Респект. Грация милля. Тем более. Так, сколько я обещал? 100 рублей, да? 500. Сука, все помнят. Там еще до 3 нуля должно быть. Павел Владимирович? Я же программист. Еще дураков. Программист. Как видите, все получилось. Ура! Это не пранк. Я никогда не лгу. Если я обещал пятихатку, то пятихатка. Все, разбегаемся. Если я обещал тысячу, то все равно пятихатка. Да, это было супер. Нету никого. Идея говно. Короче, идет кто-то идет. Секунду, фу, неужели получится. Здравствуйте. Поучаствуйте в нашем шоу-передаче. Нет, спасибо. Я переезжаю. А, вы переезжаете сегодня? Да. Простите. Ничего. Заметьте, как культурно все, да? Простите, извините. Петербург. Центр Петербурга, ребята. Пахнет, пахнет культурой. Короче, пойдем туда, там народу побольше. Один хрен. Вы слишком молоды для нашей передачи. Боюсь, ничего не получится. Хорошо? Да. Так. Ну что ж, здесь народу побольше. Сейчас мы точно кого-нибудь здесь окучим. Вон тот волосатый. Нам подойдет. Пойдемте. Добрый вечер. Очень срочно. Очень срочно. Надо поговорить. Давайте. Меня зовут Женя. Здравствуйте. Туповая прическа. Спасибо. Я так тоже могу, кстати, сделать. Давайте. Давай замучу тоже так. Давайте. Нормально? Да. Это передача опроса за бабос. Делаем. Делаем. Слышно за шибок? Лех, ответив правильно на 5 вопросов 1000 рублей. Если я подсказываю 500. Да. Если ответы плохо, все, денег нету. Давайте. Налички нету. На карту Сбер. На карту Тинькофф. Замутим. Без проблем. Немного о себе. Да, Ярослав, 17 лет вообще тут живу на Петруге. На Дуны Борьковской. На Петруге? Ну, тут, да. Читаешь Рыбчину? Нет. Чем можешь выделиться? Да, ничем гуляю. Таланты есть какие-нибудь? Нет. Нету? Нет. Давайте вопрос. В этом мы очень сильно различаемся. Я просто пипец такой талантливый. Я и танцевать могу. Задавайте вопросы еще можете. Я могу петь. Ну, ты все видишь. Ну, да. Это очень талантливо спродюсировано, срежиссировано, с шоу. Лех, спасибо, что ты снимаешь меня. Что ты делаешь? Виднелась ты. Виднелась ты. Явилась! Явилась ты, как малолетное видение. Явилась. Итак, с подсказкой ведущего, приз будет не тысяча, а пятьсот рублей. Дальше. Дальше. Как называется процесс превращения солнечной энергии в энергию химических связей, органических соединений? Это вообще не знаю, я не физик. Очень тяжело вопрос звучит. Да. Ну, ты врубаешься, да? Да. Солнышко светит. Что происходит? Вода испаряется. Да. Она превращается в небеса, в дождь. Потом этот идет круговорот. Как он называется? Круговорот воды в природе. Как он называется? Если я пофоткаю тебя на камеру, и получится что? Фотосинтез. Фотосинтез. Конечно. А я четко объяснил. Да. Подсказки от ведущего, это просто супер-пупер. Я очень, кстати, образованный ко всему. При этом у меня пипец, сколько много этих образований. Какие? Да разные там. Мера способности атома соединяться с другими атомами, образуя химические связи. Химические связи? Да. Сейчас. Не, не, я что-то знаю, кстати. Ну, например, H2O. И 2 это что? Это... C2O4. 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 Из них 2,4. Что это? Ядра. Ну, как называется вот эта вот цифра? То есть, получается, это нужно этого, там, H2O, там, этого водорода, там, или кто там водород? Количество ядер. Две штучки, как бы, понимаешь? Эта хрень называется «День Валентина». 14 февраля. Валентин, Валентин, Валя, Валечка. Валя, Карнавал. Валентность. Правильно! Валя, Валя, Карнавал, и все, сразу Валентность. Очень сложный для тебя вопрос. Как зовут главного героя романа «Отцы и дети»? «Отцы и дети»? Достоевский. Он герой другого романа. Раскольникова читал «Преступление и наказание». Да, конечно, конечно. Ну вот. У Раскольникова «Преступление и наказание» Достоевский был тем, кто убил эту бабку. А этого Евгений, он мой тезка, Евгений. Он умер. Он умер, нет. «Отцы и дети» не «Онега». Он умер, бедолага. Я плакал в конце, ей-богу. Это был ужас. Матушку жалко его. Базаришь. Евгений базаришь. Базаров. Евгений базаров. Евгений базаров. Правильно. Отвечаешь очень плохо. Пятый. Ну, конечно. 500 рублей, конечно, не заслуживаешь. Но. Ну, за время проведено. Слушай, а что такое пятихаточка? За проведенное время, конечно. Ну, я с тобой согласен, как бы. Ты мне контент делаешь. Ну, конечно. Ты же топчик. А куда это идет? Это для моих каналов всех разных. Называется в основном «Негодяй ТВ», а так где угодно смотри. Как называется график квадратичной функции? График квадратичной функции? Мы чертили вот эту вот хрень и делали вот такую штуку. Гипербола. Она вот такая вот. Гипербола как-то по-другому рисуется, я не знаю. А это? Парабола. Парабола. Абсолютное браво. Ты пока передаешь кому-то привет, а я захожу в Сбербанк и пятихаточку тебе. А вот это уже как бы приятно. Можно? Давай. Ты четкий. Видишь, молодежь не говорит свои номера телефонов, она методично вбивает их на айфоне. Братан, на опыте, да, уже? Че, эти блогеры постоянно подходят со своей хернью, да? Первая жизнь? Первая. Пять рублей комиссия? Да, Зиньков. По СБП не мог это все сделать? Нет. Молодежь, конечно, обдиралово, просто обдиралово. Все, спасибо вам за время. О, подожди, чтобы все знали, что это не пранк. Папки есть. Ну и так еще тоже показать камеру. Так, это сам Стас, да? Ярослав. А, Ярослав. Давай Ярополк. Спасибо. Давай. Девчонки. Класс, спасибо тебе. Спасибо тебе. Все, спасибо. Пойдем дальше. Грубая шарманка, извините, а можно с вами пообщаться очень срочно? Да, конечно. Снимаем передачу, елки-палки. Какой? Так, нас всех очень хорошо видно. Да? Я встану здесь. Чтобы было и смешно. Снимаем очень серьезную передачу. Как вас зовут? Меня зовут Мари. Настя. Мари-Насти. Настей. Еще одна Насте. Две Настей и Мари. Куда намылились? Как всегда, гулять, приключения. Не жарко, не холодно? Прохладно, что-то слышно. О май гад! О май гад! Он нам на плетет, прикурывает. Вот тебя видите. У тебя здесь жук зеленый. Убирай его срочно, убери его. Это он, походу, дело мне накинул. Фу, гадость. Надеюсь, не клоп, не воняет? Нет. Это был Светополк. Да. Как тебе причесончик? Отлично. Как тебе моя бандала? Опрос за бабос. Это шоу «Опрос за бабос». Надо деньги? Без подсказки, отвечаете на вопросы на пять. Я вам плачу тысячу рублей на всех. Давай. Если есть подсказки ведущего, если будут подсказки ведущего, ведущего, это я ведущий. Меня зовут Женя, я ведущий. Женя, привет. У меня изо рта не пахнет сегодня? Нет. Просто так пересушила во рту, просто жесть. Слипается все. Это третье интервью. Я уже устал. Давай, давай, соберись. Будут подсказки от ведущего. Так. Пятьсот рублей. Только пятьсот рублей. А, то есть я должна тебе заплатить пятьсот рублей? Нет, я плачу. Всегда плачу только я. А, плачу. В самом хреновом раскладе... Не-не, пятихатку по-любому. Это несгораемая сумма. Все. Соглашаемся. Ну, давай. Соглашайтесь? Да. Если вдруг мне на карту капнет еще ловешки, вдруг кто-нибудь пришлет там за что-нибудь, то приз будет пять тысяч рублей. Договорились? Да, давай. Налички нету? Нету налички, поэтому только на карту хорошо перекину. Нужны три цифры, которые будут сзади обязательно. Ага, хорошо. Все, заметано. Можете все вместе отвечать мне вообще по барабану. Все, давай, девчонки. Девочки, собрались, девочки, собрались. А мы точно пишем, Леш? Не пугай меня, блин. Такой сегодня контент сумасшедший. Мы снимали с Лешей другую передачу сегодня. Какую? Классную. В каком произведении Тургенева есть героиня по имени Ася? Там при собаке что-то? Нет. Маму? Нет, сейчас я скажу. Что? Маму? Это нет. Ася. Ну что, позориться сюда пришли? И ты по центру знаешь стоишь. Ты у нас литературный критик. Я Тургенева мало читала. Нужна ли подсказка ведущего? Нет. Нет, не нужна. Нам нужен косарь. Вы что? Блин, что-то у меня версии сетки. Ася? У Тургенева Ася? Я хочу сказать, что вопросы все очень простые. Гениальных вопросов нету здесь. Все на пальчиках пальцев. Все прямо здесь. Все здесь, ребята. Это Чехов. А Гроза нет, не она. Это Святов. Блин, я не знаю, я не помню. Итак, подсказка ведущего. Подсказка ведущего. Все очевидно. Ответ есть в вопросе. Ася. Что? Ася. И это правильный ответ. Браво. Браво. Молодцы, молодцы, девчонки. Коллегиально. Мы вытащили этот вопрос. Отлично. Вот нас проверили на литературу. Сказала слово Гроза. Интересно. Не знаю. В какой стране находится Пизанская башня? Париж. Франция. Чего? Италия. Блин. Пизанская башня? Где она падает? Это не страна. Где она падает? В Франции и Виталии? Это какая-то эйфелевая башня. Ты что? Мы сейчас как тупые блондинки. Йоу. Кажется, дождь начинается. Пизанская башня. Кажется, начинается дождь. Если сейчас начнется ливень, мы бежим. А почему она там падает, Пизанская башня? Мы бежим в какую-нибудь эту, как его. А это Пизанская башня? Во двор. Да молодец, Италия. Браво, Настя, браво. Браво, браво, браво. Без подсказки ведущий. Настенка просто решается и говорит, да это Италия. И все, кто здесь? Слушайте, Настенка, ничего. Да, хорошо. У меня есть, кстати, зонт, если что. Что? Зонт есть. Надеюсь, не пригодится. Кто открыл закон всемирного тяготения? Ньютон. Да нет. 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 Это же тяготение, тягомозина, понимаешь? Это же, наверное, механика. Что-то с механикой связано. Физика. Надежда на тебя. Вся надежда на тебя. Да, Настя. Ты у нас много книжек читаешь. Ученая. Настя была брава. Она была брава. Ньютон. Правильно. Браво. Ты кто-то уже сказала. А ты не поверила, кто был первым русским царем? Николай I. Петр I. Царь. Иван Грозный. Правильный ответ. Браво. Я хочу передать привет своей маме. А ты? Я тоже своей маме передам привет. Я никому. Я тоже маме передам привет. Ну ладно, я тоже. Что, капает, да, дождик? Да. Давайте туда заныкать. Ну все, я теперь еще и ведущий. А что это за шоу? Это шоу «Опросы бабут». А разве у нас было не пять вопросов? А у нас разве не пять вопросов было? Ну ладно, ты реально деньги перевели. А мы же только на три ответили. Мы на все ответили. Правда? В этой передаче невозможно проиграть. Ну что, мы же здесь кайфуем, понимаете? Чего нам эти вопросы? Тьфу! На этого царя Ивана вашего Грозного. Там Ньютон ваш. Мы кайфуем от процесса, правильно? Легкий, елкий, палкий. Елкий, палкий. Номер телефона какой-то. Давайте на сбег. Надавайте на Тинькофф. 911. 5, 5 рублей комиссия. Давай. 511. Только Тинькофф. Хорошо купляет. Блин, а я правильно это какого? Мне 500 рублей отправляет. Это на мороженку, ребят. Да, мы как раз хотели на мороженку. Смотри, я еще по СББ без комиссии. Нормально? Мой, да. Нормально? Да, Натинькофф. А мы троих окучили, Лег. Слава богу, тогда все заканчивается. Передача заканчивается, правильно? Как называется ваша передача? Клан минимум выполнен. И сегодня, да. Это не пранк. Да, деньги у меня. Так, девчонки, передача заканчивается. Негодяй ТВ канал. Негодяй ТВ называется. Давайте мы подпишемся. Набирайте. Вы негодяй ТВ набирайте. Пока вы там подписывайтесь, я буду прощаться со всеми. Значит так, в описании будет новая передача, которую мы с Лехой снимали. Это новый канал. Это клево. Я кайфанул от процесса и хочу еще кайфовать. Возможно, пока этого видоса нету, но через две недели он будет. Поэтому заходите и смотрите. Спасибо. Подписывайтесь на гребанный канал этот. Ставьте лайки. Если вы не знаете, что написать, напишите что-нибудь. Например, какие умные девчонки без бюстгальтера. И, да, надеюсь, вы обратили все на это внимание. И что еще, что еще, что еще? Если вы не пишете комментарии, никогда есть люди, которые не пишут комментарии, как я такой человек. Настя такой человек, понимаешь? Мы не пишем комментарии под вашими гребанными видосами. Но под этим видосом обязательно пишите всякую лабуду. Все, до свидания. Мир, мир во всем мире обязательно. Пис и кумыс. До свидания. Все, передача закончилась. Аллилуйя. Спасибо большое. Это негодяй ТВ, опрос за бабос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok